Наши основные планы это выходить на отлов, помогать городу, проводить стерилизацию на территории нашего центра и в будущем хотелось бы создать волонтерский центр. В мае текущего года специалистами некоммерческой организации «Лучик» «Надежда» был выигран грант, предоставленный Управлением ветеринарии по Иркутской области. Сумма гранта составила 3 миллиона 799 тысяч. Эти деньги целевые, они направлены только на конкретно строительство будущего приюта на территории города Саянска. То есть до настоящего времени наша передержка была волонтерской. Теперь мы стремимся к нормам, которые должны выполняться в приюте. Это и ограждение, и вода должна быть, и вольеры соответствующее количество. И центр стерилизации должен находиться на территории приюта. В настоящее время все деньги реализованы. Вагон бытового назначения у нас будет использоваться как ветеринарный блок, и мы планируем проводить стерилизацию на месте. То есть никуда не возить животных, проводить прямо у нас в центре. Стерилизовать животных, лечить также и оказывать послеоперационную передержку. У нас заменили ограждение на более прочное, расширенные границы участка, который нам изначально был предоставлен, но прежнее ограждение было поставлено немножко по другим границам. Также у нас появилась зона выгула животных, чего тоже раньше не было. То есть собак можно пускать, и они могут гулять на этой территории. Территория загорожена. Построено 36 просторных вольеров, в которых находятся будки. Всеми проделанными работами мы довольны. Подрядчики были все местные, за исключением города Ангарска, который мы заказывали вагон. Проведено несколько субботников, в которых жители города приняли активное участие. Приезжали к нам и сотрудники полиции, и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. То есть даже в этом году приезжали те люди, которые раньше как-то не принимали участие. В этом году много у нас новых, так скажем, партнеров появилось. Выполнение работ курировал лично мэр Олег Боровский. Помощь оказали специалисты соединской администрации, городские службы, благотворительного фонда. Радуют, что помочь хвостикам стремятся немало неравнодушных людей, отмечают волонтеры. Так удалось собрать средства и приобрести камеру наружного наблюдения, ведь немало нерадивых людей продолжают подкидывать котят и щенков к центру, ничуть не беспокоясь о том, что в холода они, если не будут вовремя обнаружены, просто замерзнут. Согласно законодательству, не люди, свершившие такое, понесут серьезное наказание, а найти их уже дело принципа. Стерилизуйте своих домашних питомцев, еще раз призывают зоозащитники. Сейчас время подготовки к зиме. Школы и детские сады проводят акции по сбору кормов. Для кормления животных, уборки помещений, проведения различных акций и мероприятий, необходима помощь неравнодушных людей. Редактор субтитров А.Семкин